Многие из вас ждали, некоторые из вас просили, а кто-то даже требовал. И вот оно произошло. Виды игроков за пулемётчика. То самое только что вылупившееся яичко Путисбёрда, вышедшее в этот мир вечной битвы и других интересных вещей. В 100% случаев игрок, запустивший игру в первый раз, инстинктивно подумал то, что большой громил с пулемётом является лучшим классом для игры. Но спустя 2 секунды выхода со спавна, рандомный шпион и снайпер убедили его в обратном. Но давайте отвлечёмся на секунду и разрешим мою дилемму. Как окончательно назвать данный вид? Пишите в комментариях, как бы вы назвали пулемётчика-новичка. Итак, в отличие от других классов, новичок, взявший Хэви, всё-таки имеет огромный запас здоровья и действительно опасное оружие. А также медики инстинктивно начинают в первую очередь лечить этого громилу, что позволяет даже новичку сделать пару-тройку убийств за одну жизнь. Но прежде чем мы продолжим, пару слов от спонсора этого видео. Время идёт, и технологии также не стоят на месте. В интернете с каждым месяцем появляется всё больше новых телефонов и умных гаджетов. Но они стоят немало. Чтобы быть в тренде и регулярно получать все эти ништяки, у тебя есть два варианта. Устроиться на работу с зарплатой минимум 100 тысяч, либо зайти на сайт мистери-боксов CrazyBox и забрать любой интересующий тебя гаджет за копейки. Это сайт с мистери-боксами, в которых находится много разной техники и гаджетов, начиная от наушников и пауэрбанков, заканчивая айфонами, приставками, игровыми, ПК. Например, если ты давно мечтаешь о каких-то компьютерных девайсах, ты можешь открыть игровую коробку. А если хочешь получить приставку, открывай коробку с консолями. Большим спросом пользуется коробка смартфонов, с которой можно получить абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung или Xiaomi за 10 тысяч, а если повезет, то и последний айфон. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай сайту и взамен получай за него деньги. Но рекомендую начать с бесплатных коробок. В них также много хороших и ценных призов. Итого, если повезет, то потраченные пару сотен могут легко превратиться в крутой гаджет или новый смартфон. А если хочешь, чтобы призов было в два раза больше, введи промокод при выполнении и получишь плюс 100% денег на баланс. Ссылка на сайт и промокод будут в описании под роликом. На этот раз мы будем оценивать классы немного по другим характеристикам, таким как убийственность или же уровень опасности. То есть, как успешно данный вид справляется с задачей умерщвления противников. Заметность или привлекательность. Характеристика, обозначающая шанс того, что данного пулеметчика будет исцелять любой медик. Данные пулеметчики, ввиду отсутствия знаний, предпочитают или даже лучше сказать просто используют эксклюзивно стоковое оружие. Опасным новичка назвать нельзя, так как чаще всего он не может найти, куда ему идти, или банально не понимает, откуда в него стреляют. Но при этом не стоит забываться, что этот игрок все еще пулеметчик, и при удачном раскладе шквал из пуль превратит вас в решето. Данные хэвики не являются привлекательной целью для среднестатистического медика. Но по какой-то причине медики-новички начинают исцелять именно данных пулеметчиков. Перепрыгнув сразу множество этапов, мы перейдем к хэви-мейнам. Да, именно к ним, которых в природе не существует. Они отличаются от других видов полной сознательностью того, что они делают, и то, что умеет или не умеет их класс. Чаще всего вы можете увидеть их на передовой, а, например, возле вагонетки, на обороне контрольной точки, или на самом мощном пуше, который ждет вся команда, чтобы закончить матч. Познание в искусстве использования пулемета позволяет им устраивать различные засады. То звучит очень даже забавно, зная габариты пулеметчика. Хэви-мейны с уверенностью пускают в оборот весь арсенал основных орудий. На втором слоте в большинстве случаев стоит легендарный Сэндвик. Оружием ближнего боя являются горящие рукавицы ускорения, позволяющие с легкостью пересечь поле боя. Найти медика для такого пулеметчика не является проблемой, так как наличие аньюж-аксессуара и нахождение в топе мгновенно делает вас приоритетной целью, если только данный медик не является чьим-либо покетом. Как я говорил ранее, данные пулеметчики очень опасны из-за их убойной силы в виде засад из-за углов. При прямой конфронтации, без наличия подмоги или способа отступить, в большинстве случаев ваша битва закончится поражением. Продолжая тему хэви-мейнов, я никак не мог упомянуть хэви-мейнов в кавычках, которые являются ютуберами, либо стримерами. Одетые как попугаи, они стараются привлечь все внимание к своей персоне. Навык данных особей является растяжимым понятием. Они могут быть буквально богами, либо являться промежуточным вариантом между новичком и мейном. Их отличительной чертой от обычных хэви-мейнов будет владение гаремом медиков-фанатов, конечно же сомнительного качества, а также в большинстве случаев обычный покет-медик-гёрлфренд. Но является этот покет их бойфрендом или девушкой, решать вам. Моими любимцами из мемных видов являются фэтскауты. Ребята, верящие в превосходство дробовика и скорости. Предпочтительным орудием ближнего боя может быть гру, либо кастеты, позволяющие наносить урон ближним бою с высокой скоростью, а также получать дополнительную скорость бега, которая приближает их к мечте. Как всем известно, дополнительным оружием пулеметчика могут быть дробовики, такие как сток, семейное дело и паническая атака. Фэтскауты используют все три, конечно же не сразу, а для соответствующих ситуаций. Сток является классикой и любимцем фэтскаутов. Хороший урон на средне-ближней дистанции, но единственный минус – это перезарядка. Паническая атака является хорошей альтернативой стоку, для тех, кто любит держать друзей близко, а врагов ещё ближе. Буквально на свале дробовика. Внешний вид может быть пародией на скаута, либо данный игрок просто решил попробовать что-то новое, используя свои повседневные аксессуары. Фэтскауты могут быть крайне опасны на ближней дистанции. И опять же, всё благодаря большому количеству ХП. Но как ни крути, дробовик никогда не переплюнет пулемёт в количестве выпущенных пуль в секунду. Данные пулемётчики не являются приоритетной целью, так как человек медицины не видит в них достаточно огневой мощи, несмотря на возможные успехи в матче. И как вы заметили, я не упомянул один из дробовиков, так как данный подвид получил собственную долю поклонников. Речь идёт о семейном деле и частной военной компании «Семейное дело». Этих бойцов можно сразу отличить фирменной экипировкой и, собственно, дробовиком «Семейное дело». Воины ЧВК «Семейное дело» являются профессионалами МГЕ и рвутся в бой в больших количествах. Рекомендуется не вступать с ними в конфронтацию. Героям этих отрядов не требуются медики, так как в их жилах течёт кровь древних русов, а также вода из Байкала может привести чувство даже мёртвого. Тем самым я привлекаю тебя и тебя вступить в ЧВК «Семейное дело», если ты считаешь себя настоящим мужиком. Закончив с такой серьёзной темой, мы перейдём к более серьёзной теме. Френдли Хэви – основоположники религии френдлиизма. Любители пикничков, вкусно поесть и при этом угостить всех окружающих. Их главным оружием является дружба, которая может помочь выполнить любую задачу. Захватить в танце точку – изи. Утащить разведданные – спокойно. Поглотить весь сервер – спокойно. Все, кроме чем-то обиженных игроков, обожают френдли путисов. И существование данных ребят делает нашу игру такой особенной. Но даже у таких добряков есть тёмная и злая сторона – френдли импостеры. Игроки, которые прикидываются френдли игроком, но при первой же возможности, начинают эдакий стрик убийств. Их можно спутать с френдли путисами, которым надоело умирать раз за разом. Но в большинстве случаев такие пулемётчики просто уходят с сервера. Определить френдли Хэвика можно сразу по наличию двух параметров – приседания и наличие сэндвича в руках. Если вы позовёте медика рядом с данным пулемётчиком, он обязательно вас угостит своим сэндвичем. Не забывайте поблагодарить данного игрока. Медики не обращают внимания на данный вид. Опять же, из-за отсутствия какой-либо боевой ценности. Да, Адар, ты из медиков сделал каких-то злодеев, которые требуют только огневую мощь. Ну да ладно. Под видом френдлисов может быть манки Хэви. Данный пулемётчик принял роль примата, надев костюм Йети и взяв банан вместо сэндвича. Он также дружелюбен, как и обычный френдли, и главным его отличием является то, что он говорит на языке обезьян. В временах Хэллоуина, Полнолуния или на серверах сообщества вы можете увидеть ещё один подвид френдлисов под названием Путис Бёрд. В отличие от своего брата-примата, он принял роль маленькой птички. Но он и является маленькой птичкой. Конечно, данные пулемётчики иногда могут быть простыми игроками, Но на серверах сообщества это все те же добрые френдлисы. Данный вид хэви можно встретить ни в коем случае. Для тех, кто не знал, существует вид пулеметчиков, именуемый как саппорт. Они эксклюзивно используют Наташу для замедления противника в командном бою. А также всегда сбрасывают свой сэндвич для исцеления союзников. Назойливые скауты, летучие подрывники, солдаты и поджигатели перестают быть такой большой проблемой для его команды. Медики предпочитают исцелять данный вид пулеметчиков, так как они чаще всего находятся на передовой в виде щита для союзников. И позволяют накопить убер для решающего пуша. Но взамен их огневая мощь страдает от пониженного урона Наташи. И тем самым убер получает другой игрок. Brass Beast Enjoyer или просто-напросто Sentry Heavy будет последним видом, о котором я не мог упомянуть. Данные пулеметчики являются живыми Sentry, стоящими на различных ключевых точках. Латунный монстр банально не позволяет им делать различные трюки, которые могут сделать все другие пулеметчики. И именно поэтому их главной тактикой становится ожидание противника. Главным союзником данного Heavy будет Инженер. Но, если быть точнее, раздатчик Инженера. В некоторых случаях Heavy может помочь Инженеру, заблокировав пару снарядов своим большим телом. А также его приоритетной задачей является оборона диспенсера. Огневая мощь данного пулеметчика хороша. Но низкая мобильность позволит использовать ее чаще всего в ситуациях, связанных с обороной. Так что с медиком таких пулеметчиков можно увидеть редко. Таким образом, я закончу обзор видов путизов. Надеюсь, я не пропустил слишком большое количество. Но это можно будет исправить вашими комментариями. Если вариантов будет много, то я сделаю вторую часть видео. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!